И спрятать те преступления, которые сегодня обсуждает весь мир. Вот последнее событие, которое произвело колоссальное впечатление, обсуждается с каждым часом, буквально сейчас все громче и громче. Это то, что недалеко от Мариуполя обнаружено, по всей видимости, массовое захоронение мирных жителей. Обнаружено оно из космоса, это достаточно просто сделать всякому, кто умеет работать с публично доступными космическими съемками. Дело в том, что их можно листать в хронологическом порядке. Но вот скажем, такие программы, как Google Earth, они предоставляют возможность смотреть не только вот самый последний, сегодняшний вид той или иной точки земной поверхности, которая вас интересует, а отматывать назад. И смотреть, а как это выглядело неделю назад, или несколько недель тому назад, или несколько месяцев тому назад. Надо сказать, что для разных территорий по-разному, потому что это зависит от того, с какой частотой над этим местом пролетают спутники. И для разных территорий эти периоды очень разные. Есть какие-то менее интересные для всей этой спутниковой индустрии части Земли, где спутник этот бывает относительно редко. И там эти съемки обновляются иногда раз в несколько лет, или в лучшем случае раз в несколько месяцев. А бывают, и понятно, что зона ведения военных действий, это как раз такое место, это как раз такой регион. Бывают такие зоны, в которых вы видите буквально с разницей в несколько дней новые кадры, обновленные вот эти самые съемки. И можете смотреть буквально почти в режиме реального времени за тем, как там, что меняется. Так вот, если отматывать съемки этой местности возле Мариуполя, там, где находится село Мангуш или Мангуш, я не знаю, где здесь ударение, скажу вам откровенно. Так вот, можно увидеть, как сначала там просто чистое поле, потом в этом поле появляется траншея, громадная траншея, длиной больше 300 метров. Потом эта траншея частично оказывается засыпанной землей, потом полностью засыпанной землей, потом эту траншею, где-то по ходу дела эту траншею расширяют. Вот 23 марта этой траншеи не было, то есть война уже шла, она шла уже целый месяц, но траншеи этой не было. На съемках 29 марта, то есть через 6 дней, на следующем вот кадре по времени, она уже есть. И рядом с ней есть, видно, технику, которая могла заниматься рытьем этой траншеи. Так что это, в общем, доказано совершенно сегодня отчетливо. Мы можем представлять себе количество тел, которые там захоронены, потому что есть другие прецеденты, есть другие братские могилы, ну, например, та, которая была обнаружена в Буче. Вот на основании этих расчетов оказывается, что там может оказаться больше 20 тысяч тел, может быть, около 25 тысяч погибших. И тогда это уничтожение мирных жителей окажется в ряду с крупнейшими такого рода трагедиями в истории человечества и, по меньшей мере, в истории Европы последних 100 с лишним лет. Ну, например, Сребреница, крупнейшее избиение мирных жителей, которое происходило в ходе Югославской войны в Боснии в июле 1995 года, было уничтожено около 8 тысяч боснийских мусульман. Я был в этом месте, я видел это захоронение, это совершенно невероятное зрелище, которое невозможно забыть всю жизнь. Жизнь — это громадное поле, покрытое такими столбиками, каждый из которых означает конкретную жизнь. И на некоторых из этих столбиков написаны имена. На многих ничего не написано, потому что имена остались неизвестны. Есть рядом такая стела и длинный такой парапет гранитный, на котором выбиты имена тех, кто был найден в этих массовых захоронениях. Так вот, там 8 тысяч, а здесь речь идет больше, чем о 20, то есть вполне вероятно, что это в три раза больше. И надо сказать, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко еще раньше сообщал о том, что в районе этого самого села Мангуш или Мангуш происходят какие-то странные земельные работы, и по его словам, туда грузовиками свозили тела мариупольцев и делали это те, кто, собственно, уничтожал Мариуполь, кто осаждал Мариуполь и штурмовал его на протяжении всего этого времени. Вы знаете, что Мариуполь превратился в колоссальное поле сражения, и он так, в общем, и до сих пор не взят, потому что в нем есть несколько хорошо укрепленных очагов сопротивления, в которых сохраняются украинские силы, и по личному распоряжению Путина решено взять их измором, осадой, пытаться как-то дождаться времени, пока они сами прекратят свое сопротивление, потому что справиться с этим сопротивлением оказывается невозможным никакими силами. Конечно...